друзья друзья мои добрый день я вам еще не надоело день-то продолжается утром готовила пекла жарила чебуреки а сейчас смотрите что я делаю а сейчас я варю куриный супчик смотрите из чего я его варю я уже пенку снимала смотрите спинка и два крылышка вот такой набор суповый продается у нас в магазине стоит он 180 рублей килограмм по моему вот мы ходили сегодня магазин я говорила что сегодня нужно сходить магазин купить все что нужно у нас кончился белый батон который мама любит а я давно уже не пекла свой батон но решили что раз пойдем значит надо купить молоко купили топленое молоко купили обычное молоко купили фрукты яблочки сезонные в одном магазине в магните они 67 рублей в пятерочке они пятьдесят шесть рублей по моему вот потом купили творог в общем муки два пакета в общем слава два две сумки нес два пакета и я еще помогала очень что-то еще купили я уже сейчас и не помню все разложили по местам а цены я вам даже не скажу ну а готовлю суп свой суп это для мамы для мамы варю суп куриный на курином бульоне потому что у нас есть борщ я готовила борщ мы его еще не сели а до этого я варила суп из чечевицы и представляете маме дала суп свежий ароматный вкусный она начала кушать и говорит это я не хочу такой кушать суп я говорю почему эту вику чечевику говорит только лошадям давали раньше игры мама сейчас эта крупа продается в магазине бобовый очень полезно нет не хочу я горну немножко хоть поешь сегодня гру поешь немножко это было позавчера вот она поела там картошку выбрала что-то выбирала эту чечевицу всю оставила значит не нравится ей суп с чечевицы я давно его не готовила я вообще его очень редко готовлю супа с чечевицей борщ сварила смотрю борщи она тоже капусту выбрала мясо картошку а бульон остается я говорю мам ты чего почему ты не доедаешь она говорит я больше это не хочу не помещается говорит меня я говорю тогда давай прям как чай из пиалушки пей говорю бульон тебе нужно для твоего кишечника нужен бульон жидкие продукты жидкие супы всегда нужно тебе кушать в общем она через край выпила сколько-то но я уж не стала до конца ее заставлять грану хватит выпила значит выпила хватит закипела посильнее нужно огонь убавить ну а сейчас я и варю суп который я уверена что она обязательно будет кушать я делаю домашнюю лапшу она об этом не знает еще я пришла с магазина и сразу взяла яйцо на одном яйце небольшую лепешку сейчас вам покажу как я ее раскатала уже вот она моя лепешка я раскатала уже тесто она должна меня немножечко немножко обсохнуть но смотрите какой толщины вот такая тоненькая лепешечка сверху и снизу присыпала чуть-чуть мукой вот так муку везде по всей поверхности распределила рукой и снизу тоже чтобы к столу не прилипала и ждем когда она немножко обветрится и подсохнет сверху потом буду резать суп домашнюю лапшу мама любит помните она сама делала лапшу для они когда они уезжали на юг отдыхать в дорогу им с собой делала но это я для нее сейчас тоже сделаю лепешка моя немножко подсохла сверху я ее уже начала вот так вот резать на лапшу покажу вам как у меня получается тоненькая лапшичка вот сюда вот буду насыпать и дальше подсушивать ее можно конечно на сковородку насыпать и подсушить прямо на сковородке но пока режу вот так укладываю друг на друга полосочками такими и режу лапшу можно резать и широко как вам угодно но что-то в нашей семье полюбилась вот такая лапша не широкая смотрите я порезала всю лапшу сколько у меня ее стала я ее растрясла по столику чтобы она не касалась особо друг друга немножко подсохнет за это время как раз бульон мой будет готов и я сварю лапшу но вся она сюда не уйдет маленькую кастрюльку я же готовлю маленькую порцию останется до следующего раза готовлю в общем для мамы суп смотрим что у меня тут получается я уже вынула из бульона мясо она сварилась я уже сюда порезала одну картошечку соломкой мама любит суп лапшу с картошкой кто не любит не кладите а кто любит кладите но и теперь можно засыпать сюда лапшу и помешивать густоту вы сами определяете я вам только идею подаю что можно приготовить сегодня да вот смотрим смотрим все очень хорошо лавровый лист прикрываю крышкой ждем лапса не долго говорится смотрите уже все всплыло вверху сейчас добавлю сюда зелень у меня замороженный укроп и будет красивый суп готов наш суп мясо можно опустить снова в кастрюльку я его порезал кусочками вот а можно прямо в тарелку накладывать положить кусочек мяса и залить супом как вам удобно все выключаю суп готов можно наливать в тарелку я уже сюда крылышко положила можно наливать суп в тарелку сидит в ложке свесил ножки называется ну вот и все всем приятного аппетита кто вместе с моей мамы будет обедать всем приятного аппетита ну вот друзья мама конечно уже пообедала ей понравился суп и съела всю порцию сказала большое спасибо а я хочу вам показать что нам пришла гирлянда который мы долго долго ждали хотели сосну нарядить которая под нам на мамины окна смотрит там растет из маминых окон видно и вот пришла такая гирлянда но только вчера вот так она светится значит теперь на следующий год будем наряжать сосну а еще хочу показать вам вечером я сидела вчера в такую прихватку сшила лоску точки разные были оставались небольшие я собрала все на подложку здесь у меня подложка такая это хлопок для тряпка для мытья пола пола магазине я покупала подложила сюда я нашила на нее лоскуты заднюю сторону вот такую сделала все это прострочила видите прости гола на машинке стегала вот по этим прям линиям вот как идут вот эти вот треугольнички видно да вот так по ним и строчила так что прихватка еще одна готова и еще у меня такие лоскуты есть в голубом цвете можно еще шить прихватки какие-то придумывать варианты свои но и все я с вами попрощаюсь да кстати у кого сегодня день рождения большой большой вам привет с поздравлениями от нашей семьи будьте все здоровы самое главное здорово и счастливы и чтобы мир был у вас в каждой семье в каждом доме чтобы все хорошо было до новых встреч но ужин конечно же я вам уже не буду показывать на ужин у меня тефтели есть но и они уже готовы я вам их показывать не буду до новых встреч